Всем привет! Меня зовут Олег Гром и добро пожаловать на мой канал. Я здесь выкладываю различные развлекательные, научно-познавательные, образовательные видео, занимаюсь каким-то просветительством, что очень сложно делать в России, и веду небольшие подкасты. И иногда очень большие. И, собственно, есть такой сайт Patreon, и там можно поддержать как-то мой проект, и там есть люди, и оттуда поступил вопрос, предложение на такую тему. Звучит она следующим образом. Было бы интересно узнать про автономное-резервное питание, выбор аккумуляторов, инверторов и прочее. Что ж, автономное, резервное, не бесперебойное, а именно резервное питание состоит из... Давайте рассмотрим самый классический вариант. На самом деле их много, но самый простой, который первый приходит в голову, это аккумуляторная батарея, ну, либо блок аккумуляторной батареи, инвертор и потребители. А откуда ты берешь на аккумуляторную батарею, это, еще раз говорю, это уже другие схемы, но у нас классический вариант. Большинство потребителей сейчас работает от 5 вольт, и преобразовывать 12 вольт, а аккумулятор вообще-то, ну, на 12 вольт, ну, мы будем его рассматривать на 12. Так вот, преобразовывать инвертором 12 вольт в 220, а потом из 220 в 5 вольт, будет расточительно, когда можно из 12 вольт преобразовать сразу, например, в 5 вольт, ну, и подключить какой-то USB девайс. И многие штатные ЗУ, к слову, это позволяют делать для различных типов батареи, типа, там, пальчики, 8650 и прочее, прочее, прочее. Нужен всего лишь автомобильный USB преобразователь, например, который вы втыкаете в прикуриватель в обычном автомобиле, и он вам тоже даст те же 5 вольт. А нужен ли инвертор в таком случае вообще? Ведь много электроника, включая холодильники, имеет версию автомобильную, а это значит 12 вольт. Ха, да, это то, что нам надо. Да, бывают АКБ на 24 вольта, ну, знаете, для таких больших машин, которые возят различные товары, в том числе и аккумуляторы на 12 вольт к вашему магазину аккумуляторов, например. А вот аккумуляторная батарея, в отличие от инвертора, она нужна 100%. И самый простой и дешевый вариант в пересчете на ватт-часы – это свинцово-кислотная батарея. Да, она может быть кальцевая, еще какой угодно, но она все еще свинцово-кислотная. Запомните это. Это тип химии батареи. Это не айфон 10 или 8 или еще какой-то там угодный, который отличается только цифрой, но по сути тип этого устройства, определяющий, что это – это телефон. То же самое с аккумуляторами. Так вот, свинцово-кислотная батарея требует осторожности при обращении с собой, потому что да, внутри нее содержится раствор кислоты. И нет, свинец там в твердом состоянии, относительно, конечно. Но давайте не будем углубляться сильно в физические процессы. Суть батареи – накапливать и хранить электрический заряд. Как можно дольше хранить и как можно больше накапливать. И при этом желательно быть максимально безопасной. А таких батарей, чтобы они были 100% безопасны, пока что нет. И все батареи требуют внимания и осторожного обращения. Иногда специальных условий, в которых они будут находиться. Будь то литий, свинец, кадми и так далее. Да, их реально до черта много, этих видов химии. Они все, конечно, популярны, но так, для справки, их реально очень много. Об этом, кстати, поговорим в следующих подкастах, если, конечно, этот подкаст наберет как минимум 500 лайков за пару недель. Мне есть что рассказать, но мне не хочется рассказывать в пустоту. Ну, то есть, нужна какая-то обратная связь, мотивация. И, кстати говоря, о ней под видео вы найдете ссылки на донаты, это такие добровольные пожертвования. А также на Патреон. Это сайт, на котором вы можете на регулярной основе поддерживать мои проекты. Кстати, этого подкаста бы никогда не было, если бы не все мои текущие подписчики на Патреоне. Спасибо им всем огромное. Замечательные ребята. Просто команда мечты. Люблю вас всех. Но вернемся к батарее. У нас она свинцово-кислотная. Такая же, как в твоем автомобиле или автомобиле твоего отца, парня, девушки. Ну, или в автобусе. Ты ездил когда-нибудь в автобусе? Кстати, да, в троллейбусе тоже стоит батарея, и он может проехать какое-то время на них. Ему не обязательно питающая сеть. Это так, к слову. В общем, ты помнишь, как выглядел примерно такой аккумулятор? Если нет, загляни в ближайший автомагазин. Заодно посмотришь на них, на цены. И, кстати, в следующих выпусках я тебе расскажу, как выбрать аккумулятор. Может быть. Ну, посмотрим. Не буду обещать, все зависит от тебя. Да, вот так рождается гражданское общество. В общем, такой аккумулятор не стоит ставить под кровать или еще куда. Для него необходимо отдельное место. Желательно проветриваемое и в то же время отапливаемое. Да, температура важна. Если ты не забыл еще со школы для прохождения химической реакции... А у нас пока что все аккумуляторы работают благодаря химическим реакциям. Да, вот так и кончилась физика. Никогда не любил химию. На самом деле, у нас был очень посредственный учитель. Он любил больше рассказывать о своей жизни и кабачках, нежели преподавать химию. И да, ты не поверишь, я много знаю о кабачках и как их приготовить. И очень мало про химию. Ну, во всяком случае, меньше, чем мне хотелось бы знать. Так вот, ты нашел такое помещение, все поставил, подключил. Да, понадобятся провода, клеммы и прочий встав. Не будем на этом задерживаться. И вот у тебя есть источник автономной энергии. Осталось его чем-то зарядить. Так как из магазина он, скорее всего, заряжен не на 100%. Да, собственно, на 100% никогда и не бывает. Но есть определенное напряжение и плотность электролита. О да, ты думал, что мы этого не коснемся. Нет, конечно же, немного всего, но коснемся. В общем, по этим двум параметрам и определяется, полностью ли заряжен аккумулятор или нет. Ну, а зарядить ты его сможешь автомобильной зарядкой. Вот, потому что у нас очень простой вариант. То есть тебе тоже она, скорее всего, понадобится. Инвертор. Знаешь, это прибор, который делает, например, из 12 вольт твоего автомобиля 220 вольт. Самые такие настоящие, как в розетке. И это не просто цифры, это постоянный и переменный ток. Да, наши электроприборы работают от постоянного тока. Ну, в основном. У тебя, скорее всего, практически все. А передается ток к тебе по линиям электропередач в виде переменного тока. Вообще, про ток у меня есть одно забавное видео в плейлистах с науч-поп-тематикой. Поищи. В общем, про ток сегодня не будем. Я лишь хотел сказать, как было бы проще, если бы все приборы имели вход еще для постоянного тока. Тогда инвертор был бы не нужен вообще. Потому что большинство приборов работает либо от 5 вольт, либо от 12. Ну, кто-то может быть там от 18, 15, 21. Но это легко решается. И менее затратно по деньгам. Кстати, вот в твоем телевизоре или мониторе точно так же стоит блок питания, который преобразовывает все те же 220 вольт переменного тока, например, в 12 вольт постоянного. И блок питания бывает у мониторов некоторых, у телевизоров и прочей техники выносной. И на нем написано, сколько он выдает напряжения. Ну, там 12-15 вольт в этом районе. Так если у тебя так, то, скорее всего, этот монитор, например, заработает, если ты его просто подключишь к своему аккумулятору. Ну, естественно, соблюдая полярности и все прочее. Тому самому аккумулятору, о котором мы говорили выше, автомобильному. Самый простой вообще аккумулятор автомобильный – это на 55-60 Ач. Я, кажется, не хотел касаться этой темы. Теперь нужно объяснить, что такое Ач. И почему это не самый лучший способ измерения емкости. В общем, это относительное. Давайте так назовем способ измерения емкости. Меня, конечно, закидают тапками. Скажут, это не академично. Зато многим будет понятно. В общем, все вроде бы окей. Пока ты крутишься в одном напряжении, ну, например, там, все у тебя от 12 вольт. Тебе ок, и в амперчасах измерять. И проблем нет. А вот, например, стоит тебе с 12 вольт перейти на 5 вольт через какой-то преобразователь. И все. Емкость будет хоть и одинаковая в цифрах, но, например, аккумулятор на 5 вольт, на котором будет написано 10 Ач. И аккумулятор на 12 вольт, на котором будет написано 10 Ач. Вот как ты думаешь, в каком больше запасенной энергии? Да, тут нет никакого подвоха. Все очень просто. Естественно, на 12 вольтах при одинаковом Ач будет больше напряжения. Хотя многие считают, что емкости одинаковые. Хотя слово емкость тут опять же не подходит. Поэтому лучше всего измерять ватт в часах. Я вот к чему веду. Ну, например, у тебя есть Powerbank. На нем написано 10 000 мА. И написано, при каком напряжении эти 10 000 мА. И есть твой телефон. И многие считают, что в телефон должно прийти также ровно 10 000 мА оказаться на телефонном аккумуляторе. Но, к сожалению, это не так. Потому что даже небольшое различие. Аккумулятор литиевый, он имеет напряжение в полном заряде 4,2-4,35 вольта в зависимости от химии. Даже при таком небольшом различии, там 4,3 вольта и 5 вольт, разница в амперах на твоей батарее в телефоне и сколько у тебя емкость в пауэрбанке будет немного разной. Я про это тоже рассказывал уже давно и несколько раз. В общем, я к чему веду. Лучше всего измерять ватт в часах. Хо-хо. Согласись. К такому тебя жизнь не готовила. Вот стоишь ты у стойки со своим свинцово-кислотным АКБ и такой, стоп, да ну его нахуй. Пойду я лучше куплю генератор, там сразу розетка на 220 вольт есть и еще и 12 вольт заодно. Но генератор-то ты точно не сможешь разместить в помещении. Ну, если только это не специально оборудованное помещение с отводом выхлопных газов. К слову, я вообще никому не рекомендую размещать АКБ в жилом помещении. Ага, скажи этому парню, который в минус 30 тащит свой АКБ на восьмой этаж, чтобы утром иметь возможность завести свой автомобиль. В общем, если вы что-то подобное будете делать, то вы делаете это на свой страх и риск. Да, я ни за какие ваши действия не отвечаю. Абсолютно. И возвращаясь к ватт-часам, вот в ватт-часах будет одинаково залита емкость в твой телефон и то, что есть в твоем, например, пауэрбанке. Ну, за исключением небольших потерь при преобразовании, которые превратятся в тепло. Так что в ватт-часах измерять, конечно, емкость гораздо лучше. Но мы зачастую это не делаем и как-то так вот уж сложилось. Кстати, посмотри на свой аккумулятор 18650. Если у тебя какие-то более-менее известные бренды маркированные, то там может быть написано, сколько ватт-часов. Такое тебе небольшое домашнее задание. Заодно и формулу найди, пересчета туда-сюда-обратно. Амперчасы, ватт-часы. Просто для себя найди, мне ее показывать не надо. Ну, в общем, у тебя все есть, как с этим жить и что делать. Все просто. Выключается электроэнергия, ты подключаешь к своему АКБ нужные тебе преобразователи, если они нужны. И получаешь напряжение, которое тебе необходимо. Все. Заряжаешь фонарики, включаешь светодиодные лампы. Можно и обычные от авто подключить. Только не греться, конечно, будут. И потреблять прилично больше светодиодов. Ну, в общем, теперь у тебя есть резервное питание. Ой, что так просто. Просто я бы и сам до всего догадался. Скорее всего, напишешь ты или подумаешь. Правда в том, что очень сложно сделать так, чтобы тебе казалось, что ты сам до всего додумался. Но только после прослушивания этого подкаста. Да, если тебе нужно подключать телевизор, свет по всей квартире или дому, ну, то эта схема, естественно, масштабируется. Вообще, в Штатах тех же, например, Тесла выпускает АКБ, правда, на Литии. Ну, у него все на Литии. И они висят такой огромной коробкой снаружи дома. И в случае чего запитывают сразу весь дом. Такое классное готовое решение. Бамс! Это вот очень круто и удобно. Скорее всего, и у нас такие где-то продаются. Именно Тесловские. Ну, стоить, скорее всего, будет очень дорого. Я к чему веду? Если ты себе хочешь сделать качественную систему автономного или резервного питания, то универсального решения не будет. Ну, а если и будет, то будет оно ровно таким же, что и рассказаны мной из небольших правил и решений в этом подкасте. Для реальной системы резервного питания нужно изучать сам объект, какие мощности необходимо обеспечить. Но я вам рассказал то, чего будет достаточно для того, чтобы принять решение, нужно оно вам или нет. Вообще такая система. Не забывайте, что силовые агрегаты требуют гораздо большей мощности, которой один АКБ выдать никак не сможет. Тем более автомобильный. Его вообще нежелательно использовать для таких целей. Он, собственно, для них и не предназначен. Но те АКБ, которые для этого предназначены, стоят совсем уж неподъемных денег. Наверняка в комментариях будет множество гениальных людей, которые расскажут, где они прав, как лучше сделать. Я рассказал далеко не все, чтобы вы понимали. Очень-очень много чего я не рассказал. Давайте назовем это пробным выпуском для оценки, «Стоит ли продолжать дальше или нет?» Я, конечно же, могу продолжать дальше, если на Патреоне будет нужное количество подписчиков. Надеюсь, и тебя там увидеть, приятель. Но просвещать не так-то просто, особенно если ты живешь в России. Кушать хочется тоже. Поэтому еще раз огромное спасибо всем, кто поддерживает меня в донатах и на сайте Патреон. Спасибо за внимание. У микрофона был Олег Гром. Пока-пока. Продолжение следует...